Мы приехали в Мэн Ку, одну из столиц Чая, провинции Юннань, тоже очень известное место, прежде всего, может быть, благодаря крупному заводу Мэн Ку Жинши, который находится здесь тоже. Но здесь, конечно, не только этот завод есть, здесь огромное количество плантаций чайных, есть тоже, смотрите, старых чайных деревьев, одни из самых известных мест, наверное, это будет Биндао и Сяо Хусай. Биндао мы были в прошлом году, сейчас мы сдвижемся в сторону Сяо Хусай, но, может быть, еще посетим и другие чайные деревни. По дороге вот начали подниматься в гору, большие плантации апельсинов, невероятный аромат. Он сначала показал, что какие-то, может быть, чайные цветы именно не чайного дерева, а цветы, которые используют для травяного чая какого-нибудь. Такие они издалека, немножко похожи на жасмин, но только деревья высокие. Если не знаешь, можно подумать, что это что-то такое наподобие жасмина. На самом деле, это апельсин, невероятно вкусно пахнет, аромат такой стоит. Сейчас двигаемся в горы. Вообще-то Сяо Хусай находится на предгорьях непосредственно горы Дачи Юйшань, поэтому место, я думаю, ожидается очень красивое. Будем искать фермеров. Велся Шен Пуэра, нас сейчас интересует Шен, нас интересуют дикорастущие красные, которые сейчас тоже начали делать. И, может быть, что-то еще интересное. То есть, сейчас у нас такое будет эксплоринг, как говорится, исследование нового места, новые контакты. Подъем деревни Сяо Хусай – это такой очень крутой серпантин. Прочище сразу, как только выезжаешь из Манку. Сначала вот немножко фруктовых садов, и потом начинаются чайные плантации бесконечные. Причем, сначала это земля дича, потом видно то, что вот можно называть как Сяо Шу, то, что мы видим здесь. Везде сборчатые. Сейчас уже прям активный сезон. Сегодня у нас 31 марта, то есть уже, можно сказать, разгар сбора чая. Еще выше уже находится как раз деревни с старыми, древними чайными деревними. Здесь пока мы видим только вот такие вот кустовые посадки. Уже сразу можно обратить внимание, что это другой сорт куста – крупнолистый сорт из Манку. Он сильно отличается от манхайского крупнолистого сорт. Даже по внешней, если посмотреть, особенно если взять два листа, вот сравнить. Особо наглядно получается. Ну и здесь в горы открывается невероятный просто вид. Вдалеке вот либо там Манку, вот ближе маленькие деревни, ниже большие поля рисовые. Они обычно делаются на террасах либо в низинах. Но здесь нет необходимости делать на террасах, потому что есть большая низменность, есть река, вода. Нет необходимости делать такие сложные рисовые поля на террасах, поэтому здесь на террасах растет только чай. Будем подниматься выше, посмотрим, что нас ждет впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы приехали в деревню Сялхусай. Здесь заехали к одному из фермеров местных. Дегустируем местный чаек. Так как немножко все устали от шенов, то начали с красного. Красный сделан из сырья Дашул, осенний чай. Поэтому этого года еще нет, есть только прошлогодний. Интересно, такой у него есть куусян. То есть фруктовый аромат, много персиковый. Интересный чай. Не знаю, будем брать, нет. Посмотрим, что он стоит. Здесь рядом, буквально с этой фирмой находится древний чайный сад, огромные чайные деревья. Прямо над нами находится у идеал сушка. Поэтому здесь так, приятный тенек. Пока сложно сказать по этому чаю. Мне кажется, что аромат очень хороший, а вкуса явно недостаточно. Может, потому что знакомцы всегда требуют, сначала дадут к вам и чаек такой средний. Потом уже начинаешь объяснять, что нет, давай, тащи получше. Первое ощущение всегда тяжело дается. В общем, проблема с родешним чаем. Может, проблема просто у этого фермера. Потому что, наверное, тут чай брать не хочется. Красный чай имеет приятный персиковый аромат, приятный вкус, но очень дорого. По моему личному ощущению, он не оправдывает свою цену. Шен объективно похож на Бандунский, но при этом несколько раз дороже. Вот такие вот крутейшие штуки иногда встречаются во всех этих разных домах. Первая крутейшая штука – это такое сухое чайное дерево. Я так понимаю, они готовы с ним расстаться. Настоящее сухое большое чайное дерево. Вторая крутая штука – это старый вот такой шкаф. Причем этих шкафов, скажу, в деревнях еще не приходилось встречать. Говорят, что больше 300 лет. Не уверен в этом, но как минимум больше 150 уж, наверное, точно ему есть. То есть точно до гомедановского периода династия сильная она. Хотя, судя по иероглифам, скорее всего, все-таки попозже такое тоже возможно. Но сделано очень неплохо. Выглядит вполне себе нейтралистично, как древний шкафчик. Причем спросил, продаешь? Нет. Я говорю, думал такое купить, поставить у нас. Говорят, нет, я не хочу. Это, типа, наша супер аутентичная вещь. Никому не хочу отдавать. Выглядит слишком круто для того, чтобы продавать. И показал еще два шкафа внутри в доме. Старый дом, он такой обновленный, видно по кирпичам, что давно еще был длиннобитый такой. И мы сделали пристройку вот эту вот, немножко обновили. А так, в принципе, дом уже, я думаю, не одна сотня лет. Но то, что внутри нам не понравилось, какие-то такие полу непонятные шкафы. Вот это понравилось, но отдавать нам его не хотят. Ну, ладно. Мы вот теперь знаем, что он тут есть. Как правило, не хотят всегда. Это просто способ набить цены у него, соответствующие пожеланиям владельца. Шкафчик очень симпатичный. Всяких, всяких, всяких хлам. Какие-то гвозди, какие-то там, непонятные остатки запчастей от машины. Деревушка Сиаухусай в основном окружена древними чайными садами. По несколько сот лет очень многим деревьям. Ну и сама деревня тоже имеет историю. Сейчас активно уже идет сбор. Те, часть деревьев делают. Сейчас здесь именно не встретим сборщицу. Может быть, уже собрали сегодня, уже собирали вчера и потом сегодня не собирают. Деревья в основном, ну вот видно, они все чуть-чуть выше чащического роста. То есть совсем таких высоких, больших хадис пока не видел. Потому что с них собирают чай уже на протяжении столетий. Поэтому они все такие вот именно разлабистые, как это бывает в старых чайных садах. То есть их по ним ввасили все это время явно. Попробовали местный чай, но пока еще не пробовали именно того, что понравилось бы. Поэтому сейчас, наверное, еще немножко погуляем по деревне. Познакомимся с кем-нибудь еще из других фермеров. Здесь, кстати, живет народность Лаху. Дороги, где есть деревня, там живет народность ВА. Здесь народность Лаху. Пока то, что мы пробовали в народности Лаху, мне не очень понравилось. Погуляем еще. Завершается новость. Наш сегодняшний день на даче Ишань в Сяо Ху Сай. Как, кстати, это вспомню сразу про Дун Дзин на Тайване. Морозный пик. Также тут большая снежная гора. Видите, какой тут снег огромный. Вот хотя, конечно, дальше там уже начинается Сокогорье. Но конкретно здесь еще даже не пахнет никаким снегом, никаким холодом. Хотя высота здесь, ну, Сяо Ху Сай находится на 1700. Соответственно, все деревни, которые ниже, ну, пониже там, да, тысяча с чем-то. Здесь везде тоже большое количество чайных плантаций. Но, к сожалению, местные фермы немножечко испорчены вниманием к Сяо Ху Сайу и близостью к Сяо Ху Сайу. Поэтому здесь, как нам показалось, пропив нескольких разных фермах, заезжали. Там здесь попробовали чаи. Мне показалось, что соотношениественное качество здесь немножечко, скажем так, не идеальное. Хотя нашли одного фермера, который делает бай-ча, то есть белый чай. Возможно, мы будем с ним сотрудничать. Белый чай чем-то похож на афудинский, может быть, такой вот, мне сейчас средний между Шоумеем и Баймуданем. Но так как он сделан из мункуда и джуна, из другого сорта, то, собственно, получается немножко другой чай. Хотя в Худзиане там тоже дабай, то есть большой лист. Интересно то, что есть такое огромное количество фемеров, но при этом держится достаточно высокая цена. То, что я сказал, из-за того, что вот близость очень востребованного места. Ну, и опять-таки сезон, конечно, более поздний чай будет более доступным. Но, так или иначе, мы, в общем, познакомились. Это еще потребуется время, потому что именно вот в этом месте я сам еще не был раньше. Я был рядом. В прошлом году были в Биндау, там еще другие места ездили. Линсани тоже не раз уже ездили по окрестностям. Познакомились с Сяохусай, познакомились с местными фермерами, набрали контактов. Теперь будем подыскивать уже нужные нам удобные варианты и по чаю, и по сотрудничеству будем заказывать какой-то чай. Еще, кстати, забыл сказать про красный чай, достаточно здесь интересный. Делают его тоже в это вот сырья. То есть здесь это вот тоже называется как джуншу, средние деревья. И вот этих вот средних деревьев получается весьма необычный. Красный чай, он такой немного вот персиковый, вот фруктовый у него вкус. Но мне показалось, что тоже надо еще попробовать других фемеров, пообщаться с ними, шире взять спектр, скажем так, потому что за один день много не успеешь, пока обновили контакты. Сейчас будем сегодня спускаться. Завтра у нас план уже на Линцан, на гору Бандон. Там у нас есть завод, с которым мы сотрудничаем. Мы уже заказали сделать дикорастущий чай дзия, почки дикорастущие. Кстати, интересно то, что, как говорят, здесь дайсюйшань, почки дикорастущего дерева, здесь там раздительное дороже, при схожем качестве, например, чем линцанские. То есть тоже очень важно вот эти все оригинальные особенности, потихонечку собирать в некую общую картину и туда, получается, находить интересные чаи, чем мы будем продолжать заниматься. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок